Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева Черкесия. С вами Руслан Жукаев. В ауле Беслиней яркое событие – торжественная сдача в строй нового социально-культурного объекта. Глава республики Рашид Тимрезов первым делом возложил цветы к памятнику революционеру Дауду Гутякулову. Затем состоялось торжественное открытие ДК. Сегодня не только в Хабецком районе такие мероприятия проходят, а на территории всей республики. Я считаю, что это абсолютно правильно, что мы должны этим заниматься, должны улучшать социальную инфраструктуру сельских населенных пунктов. В первую очередь, я смотрю на наших деток, в преддверии 1 сентября, Дня Знаний, все это, конечно, мы в первую очередь делаем для наших детей. Но при этом, конечно, мы не должны забывать о том, что помимо строительства детских садов, школ, спортивных объектов, мы должны еще такие объекты культуры, очаги культуры создавать, для того, чтобы и наше старшее поколение могло проводить здесь свое свободное время. Та финансовая помощь и моральная поддержка, которую вы оказали, очень значима для нашего муниципального образования. Большое спасибо вам и правительству Карачаева Черкесской Республики за то, что вы поддерживаете древние проекты. Благодаря вам мы получили не только современное здание Дома культуры, но и новую звуковую аппаратуру, кинозал, оборудованный согласно современным сигналом, который мы ждали на протяжении десятки лет. Холл Дома культуры украшает выставка достижений народного декоративно-прикладного искусства. Глава республики осмотрел помещение для занятий различными видами искусства, а в ДК работают 8 творческих кружков и высказал свое наподственное пожелание. Вот так, чтобы он жил этот ДК, не для того, чтобы он просто стоял, поэтому, чтобы межрайонные какие-то админы были там, ну, обсуждали это? Вот я на это надеюсь, чтобы он не пустовал, чтобы он жил, и вот как я сказал в своем выступлении, чтобы не только это касалось молодого поколения, но и для наших старших, чтобы они здесь могли проводить свой досуг. А на новой сцене для зрителей и гостей выступили вокалисты и танцевальные коллективы. Затем Рашид Тимрезов провел двустороннюю встречу с главой администрации района Тимуром Жужуевым. В ходе двусторонней встречи поднимались вопросы развития инфраструктуры муниципалитета, водоснабжения населенных пунктов и ремонта социальных объектов. Затем глава Карачаева Черкесии провел прием граждан. Жители и малых населенных пунктов, обратившихся к главе в ходе личного приема граждан, волновали вопросы строительства новых социальных учреждений, дорожного ремонта и замены инженерных коммуникаций. По итогам встречи с гражданами принято решение о точечном благоустройстве ряда объектов в населенных пунктах Хабецкого района. Мурат Жанкёзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Хабецкий район. Сегодня Рашид Тимрезов посетил и Абазинский район и провел двухстороннюю встречу с главой Русланом Кужевым. Глава администрации рассказал о социально-экономическом развитии района за последнее время. Затем глава республики провел личный прием граждан. Поднимались вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, трудоустройства, строительства и ремонта школ, спортивных комплексов, дорог и благоустройства территории. В ходе приема граждан Рашид Тимрезов детально разбирал проблемы жителей Абазинского района и разъяснял гражданам последовательность их решения. Всем обратившимся уделено внимание и оказана соответствующая помощь. По многим вопросам, требующим незамедлительного решения, даны поручения министерствам и ведомствам. В ауле Псиж, в новом районе, сейчас активно застраиваются, и вообще нет водоснабжения и газоснабжения. По этому поводу у меня было два вопроса по содействию, чтобы провели водоснабжение и газоснабжение. По этому поводу было обращение к главе республики. Пообещали, что 2022-2023 год, вот как раз, что вот это все нам вот сделают и не подключат. Главе обратился с таким вопросом, частый перебой с электроснабжением Аула Псиж. И я доволен ответом. Сказали, в течение 10 дней там ведутся работы, они закончат, и тогда уже не будет перебоя. В Карачаево-Черкесии будет создан Центр общественного наблюдения за выборами. Это позволит организовать ответственное и квалифицированное видеонаблюдение во время проведения выборной кампании. Данную тему обсуждали в Общественной палате республики, подробнее рассказали о работе центра. В первую очередь она будет нацелена на легитимность и прозрачность выборов. Председатель Общественной палаты Елена Ляшева отметила, что каждый житель Карачаева-Черкесии может прийти и наблюдать за ходом выборов, которые пройдут 19 сентября. Помимо выборов депутатов Государственной думы, состоится и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений в четырех районах республики. ЦИК дал возможность, да, Центральная избирательная комиссия, каждой партии, каждому кандидату иметь свой технический выход на просмотр всех избирательных участок. Но в том числе и наша Общественная палата такую дает возможность для всех общественных, и организаций, и партий, и кандидатам, и вообще любому гражданину Российской Федерации. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Крачаево-Черкесии Сезон свадеб начался, и мы готовы бросить букет с счастливчиком. Новая серия элегантных диванов «Ангажемент» в нежных цветах безусловно подойдет для молодой семьи и будет радовать долгие годы. Подарок до минус 30% в августе ждет всех. «Ангажемент» Мебель. Интерьерные решения. Город Черкесск. Улица Октябрьская, 392. С 5 июля в Хабецком районе функционирует инфекционный госпиталь на 150 коек для больных коронавирусной инфекцией. Много ли пациентов с ковидом поступают в лечебное учреждение, и как проходит вакцинация в районе, узнавала Альбина Ламкова. К сожалению, люди не соблюдают правила санитарно-эпидемиологического режима, так как морально устали. Эти и другие моменты служат причиной заболеваемости ковидом, и, следовательно, многие становятся пациентами инфекционного госпиталя, отметил главный врач больницы Хабецкого района Амин Макау. «И сказать, что мы пустуем или не заполнены, к сожалению, этого сказать мы не можем. Ежедневно поступает минимально где-то 5-7, а вчера госпитализация почти 14 человек привезли. То есть мы имеем стабильную заболеваемость, и, к сожалению, эта стабильная заболеваемость в основном связана с тем, что население плохо понимает необходимость проведения вакцинации». Вакцинация по всей республике идёт неплохо, отметила Амин Макау. На территории Хабецкого района количество привитых превышает 62%. «Хочу обратиться к тем телезрителям, которые меня слышат, жителям Карачао-Черкесской республики. Сомнений много, до сих пор много сомнений, хотя количество вакцинированных по Российской Федерации превышает уже десятки миллионов. Количество осложений минимальное. И все те, у кого есть сомнения, как руководитель госпиталя, который каждый день видит тяжелейших больных, которые находятся на аппаратах ИВЛ, которые требуют дорогостоящего лечения, я хочу обратиться с просьбой всё-таки пройти эту вакцинацию». По срокам вакцинация должна была быть активна ещё весной. Если бы она прошла своевременно, то и заболеваемость ковидом значительно уменьшилась. Но многие всё же уже прививаются. «Противоэпидемические мероприятия проводятся для того, чтобы уменьшить уровень заболеваемости плюс уменьшить количество тяжёлых больных. Потому что справиться с больными лёгкой формой, средне-тяжёлой формой мы справляемся в амбулаторных условиях». Для лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях препараты выделяются бесплатно. «Приняла решение сделать прививку от коронавируса. Это было моё осознанное решение. Так как у нас в доме есть старший мама-папа, которым уже за 70 хотела их защитить, не принести эту инфекцию домой. Очень тяжёлые последствия от этого вируса. Я знаю об этом. Сделала риск меньше для своей семьи подхватить эту инфекцию». На сегодняшний день во всех лечебных учреждениях республики есть выбор компонента для вакцинации. Всего их четыре. В поликлинике Хабецкого района вакцинация проходит каждый день. Принимают пациентов на осмотр для прививки три терапевта. Такую же работу делают на местах. Для того, чтобы не было очередей, создали выездную бригаду медиков. Альбина Ламкова, Лебастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Хабецкий район. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 24 031 человек. Из них 21 596 выздоровели, 686 госпитализированы. Почти 11 тысяч детей отдохнули в Карачаево-Черкесии этим летом. В республике работало 103 организации отдыха и оздоровления детей. В том числе 95 пришкольных, 6 загородных и 1 палаточный лагерь. Всего отдыхом и оздоровлением было охвачено более 10 тысяч человек. В основном это дети из малоимущих, многодетных, малообеспеченных семей, а также дети работников ковид-госпиталей. Во всех лагерях соблюдались профилактические меры в условиях пандемии, как и сотрудниками, так и отдыхающими. Это все вести к этому часу, а прямо сейчас продолжение фильма «Перекати поле». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова